Каковы основные причины роста цен на овощи в Татарстане? Насколько подорожали отечественные автомобили в мае? И каким образом болельщики Акбарса пытаются заработать на победе любимой команды? Об этом и не только. Подробнее расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горенова. Здравствуйте! В преддверии лета в Татарстане продолжают дорожать местные овощи. По итогам апреля цены на морковь подскочили на 18%, на капусту на 14%. Стоимость картошки выросла на 9%, а лука на 5%. Это официальные данные Татстата. Как правило, весной овощи всегда дорожают, так как заканчиваются запасы в овощих хранилищах. При этом поспевают ранние сорта, которые стоят на порядок дороже. Есть и другие причины роста цен на овощи. Дело в том, что возросли цены на масочные материалы. Второе, это то, что у нас очень мало хранилищ для овощей. И поэтому создается определенный дефицит. Мы говорим, спрос рождает предложение, но в то же время и создается искусственный дефицит овощей. На рынке есть и капуста, и картофель, и морковь. Разбег цен на рынке очень большой. По мнению нашего эксперта, цены на овощи могут завышать поставщики или торговые сети. Если смотреть официальные данные Татстата с начала года, то стоимость капусты за этот период подскочила аж на 70%. Моркови на 56%, а картошки на 39%. Это заоблачные, конечно, цены. Если мы возьмем данные по фермерским хозяйствам, то мы там не обнаружим 70%. 70% уже появляется, как я понял, на полках торговых сетей. В большей степени вот эта вот добавленная стоимость, она ложится, наверное, в карманы или посредников, которые поставляют торговые сети овощи, или сами торговые сети, пользуясь сезонностью, поднимают эти цены. Помимо овощей в апреле подорожали яйца и сахарный песок. Плюс 2,3% соответственно. Выросли цены на пшено на 2,5%. При этом продолжает дешеветь гречка. В апреле ее цена упала еще на 3%, до 32,5 рублей за килограмм. Дилеры АвтоВАЗа повысили цены на новые автомобили «Лада». Это связано с колебаниями курсов валюты, скачком цен на некоторое сырье. Средние машины стали дороже на 2%. К примеру, стоимость моделей «Гранта», «Калина», «Приора» и «4 на 4» увеличилась на 10 тысяч рублей. Цены на «Веста», «Экс Рэй» и «Ларгус Кросс» выросли на 15 тысяч. Руководство АвтоВАЗа считает, что минимальное подорожание не повлияет на спрос на новые «Лада». Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост цен на многие марки машин из-за вала рубля. Все временем Татарстан вошел в топ-5 регионов страны по продажам новых автомобилей. В первом квартале в республике было реализовано почти 15 тысяч новых автомобилей. Опережают показатели Татарстана только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Стоит отметить, что большинство новых машин в Татарстане приобретается в кредит. Татарстанские болельщики пытаются заработать на победе хоккейной команды «Акбарс» в Кубке Гагарина. На сайтах объявлений появилась масса предложений о продаже формы и клюшек хоккеистов, плакатов и фотографий с любимыми спортсменами. К примеру, клюшки с автографами продаются за десятки тысяч рублей. Самое дорогое предложение – это клюшка с автографами Акбарса 1997 года за 100 тысяч. Компания «Унистрой» уже более 20 лет осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости города Казани. И с 2014 года при помощи ЖНК «Жилищные возможности» реализуется программа рассрочки. Вам не требуется подтверждение доходов, справок, поручителей. Вам необходим только паспорт и желание жить в новых комфортабельных комплексах от компании «Унистрой». Приобрести квартиру в ЖНК было совершенно несложно. Ограничения по возрасту отсутствуют. За один день мы все это оформили, и когда сдался дом, я въехала в свою хорошую квартиру. Это удобно, выгодно, без переплаты, и самое главное – можно использовать материнский капитал. Очень удобно, не нужно страхование оформлять. Нам подошло, мы взяли. Основными аргументами в пользу выбора жилищно-накопительного кооператива для меня является минимальный пакет документов, и я сам контролирую свой ежемесячный платеж. Мы будем продолжать следить за событиями в сфере экономики Татарстана. Смотрите нас каждый будний день. С вами была Нина Горюнова. До встречи.